соединяем две точки отрезка мы не выходит запретил который расположен внутри другого разное количество сторон важно просто вот этот расположен внутри все давайте сделаем следующее разделе площадь внутреннего на его периметр и разделим площадь внешнего на его периметр это сумма для всех сторон докажите вот такое неравность и докажите что число 2 не случайно что если там поставить 1,99 то решить задачу 2 это наименьшее число которое можно поставить они в каком-то месте могут прикасаться да пожалуйста эта задача основана на следующий день надо взять и нарисовать на сторонах внутреннего благоугольника прямоугольники с одной и той же вот этой вот стороной вот это везде один и тот же отрезок одной и той же длины все отрезки все эти вот стороны это одна и даже длина давайте сделаем так эту длину я просто скажу какая вот это вот это вот такая вот именно такая вот какая проблема рассматриваем прямоугольники у каждого из которых одна сторона эта сторона внутреннего нашего угольника а другая страна вот такой скажите пожалуйста если взять несколько прямоугольник и сложить их площадь то что чего будет равна сумма площадей понятно чем на можем победу на сумма и трех отрезок а если взять сумму площадей всех надо будет умножать вот это отношение на и и получим если взять прямоугольники внутрь их рисовать то сумма их площадей будет в точности равна площади маленького выпуклого это понятно следующая мысль такая а ведь здесь они перекрываются угол меньше 180 градусов а прямоугольника 90 градусов поэтому обязательно есть вот такие перекрытия мне не важно что их много важно что хотя бы одно есть значит обязательно найдется . которая расположена внутри внутри выпуклого многоугольника но не попала в наши прямоугольники ребята эта точка замечательна тем что до стороны многоугольника расстояние больше чем вот эта величина таким образом существует окружность с центром внутри внутри нашего многоугольника существует круг радиуса вот такого внутри маленького многоугольника я довольно большой круга сумел расположить в нашем многоугольника теперь давайте смотрим каким что у нас есть неравенство радиус круга такой это означает что я между вот этими величинами могу написать этот самый круг радиус круга он больше импирали в точности взять такой и важно важно что вот у меня есть круг некоторого радиусы не который расположен внутри мугугольник ребята я сейчас соединю этот самый центр круга с со всеми вершинами внешнего многоугольника и скажу что в результате многоугольник разбит на треугольник отлично но если внешний многоугольник разбит на треугольник то площадь его равна сумме площадей этих треугольников а у каждого треугольника смотрите что есть у него есть сторона и высота отлично отлично давайте запишем значит высота это будет h1 сторона а1 дальше высота а2 сторона а2 и так далее везде значит у меня есть а1 и какая-то на нее высота а6 пишу площадь большого круга угольника это это одна вторая под произведение а1 h1 а2 h2 и так далее и так далее и так далее а1 h1 отлично но каждая из высот больше чем радиус круга очень равна поэтому здесь я пишу больше и равно пишу здесь одна вторая выношу радиус за скобку а в скобку пишу сумму двинных сторон но сумма двинных сторон это в точности периметра значит это будет одна вторая r умножить на миллиметр большого угольника отлично теперь я это неравенство окончательно записываю площадь большого благоугольника больше или равна чем 1 вторая умножить на радиус на периметр большого университета отлично теперь на 2 умножаю на периметр делю и получается окончательное неравенство радиус меньше и неравен чем 2 умножить на площади большого и разделить на первую часть Часть первая – рисование прямоугольников и, соответственно, доказательство того, что существует круг, который расположен внутри выпуклого прямоугольника и радиус которого – это площадь, деленная на периметр. И вторая часть после этого, когда мы соединяем центр с вершиной небольшого треугольника, оцениваем площадь каждого треугольника как половину произведения стороны на высоту. Но высота не меньше, чем радиус круга. Теперь нужно объяснить, почему число 2 нельзя заменить ни на какое меньшее число. Ребята, я бы хотел, чтобы все-таки кто-то из вас нарисовал картин, когда, ну хотя бы там не два, ну не знаю, полтора, когда отношение площади маленького к его периметру будет хотя бы в полтора раза больше. Если у вас есть один квадрат и он расположен внутри другого квадрата, то вообще-то у квадрата площадь – это А квадрат. Ну одно отношение у вас, это сторона одного круга, сторона другого внешнего будет больше, чем у другого. А просят, чтобы было меньше. Нет. Взять две подобные фигуры, конечно, легко. Это не двойка, а единица. Интересно абсолютно. Надо, чтобы как раз, когда делишь площадь маленького на периметр маленького, получился бы ответ больше, чем когда делишь площадь большого на периметр большого. Да. А вы знаете, может ли что-то фрактал? Что такое фрактал? Это фигура с конечным площадью и бесконечным периметром. Отлично. И какое отношение фрактал, вот этот ваш, у которого бесконечный периметр и конечная площадь, как вы говорите, может иметь к выпуклому многоугольнику? У любого выпуклого многоугольника конечный периметр. К сожалению, нет. Чтобы придумать пример, надо проанализировать решение, которое привело к числу два. Смотрите, в нем была конструкция этих самых прямоугольников. Так вот, желательно, чтобы прямоугольники как можно меньше намекали друг на друга. И еще, в нем был вот этот вот круг, который расположен. Желательно, чтобы высоты треугольников как можно меньше отличались бы от радиуса этого круга. Оказывается, что и то, и то можно. И чтобы прямоугольники почти не налегали. И чтобы высоты почти равнялись радиусу круга. Если вы хотите, чтобы прямоугольники почти, почти, почти друг на друга не налегали, надо делать так. Надо взять в качестве внутреннего выпуклого многоугольника прямоугольника. Давайте я возьму в него стороны такие. Вот эта сторона будет 2А. Сторона 2А. А вот эта длинная сторона будет Б. Скажите, пожалуйста, чему равна площадь прямоугольника? 2АБ, скажем вверх, произведение сторон. 2АБ. Это площадь маленького губы. А чему равен периметр маленького губы? 2А. 4А плюс 2АБ. Отлично. Делим одно на другое. В числителе 2АБ. В знаменателе 4А плюс 2АБ. Ну, господа, делим числитель и знаменатель на 2АБ. Тогда получается 2АБ плюс единица. Я буду считать, что А величина конкретная, АБ стремится к бесконечности. В таком случае это нехтое число, а вот это будет стремиться к нулю. Значит, вот эта величина будет стремиться к А. Отлично. Таким образом, у меня вот это вот частное отношение СМ к периме будет стремиться к величине А. Между прочим, если мы речь идем на тех прямоугольниках, то они будут выглядеть вот такие вот длинные. Здесь такой, такой, такой. И вот эта вот точка, она будет к ней прямоугольник. Впрочем, мне сейчас не важно, есть там круг или нет круга. Но, в принципе, он есть круг того самого радиуса, круг радиуса, но не важно. Намного интереснее указать внешний мануголь, точку близко-близко к середине стороны на одном и том же состоянии. И после этого провести вот так. И где-то там пересекнуться. И здесь то же самое. Ромб. Давайте посмотрим, если сторону ромба, вот целиком вот эту вот другую сторону обозначить, какой будет периметр у ромба и какая будет площадь. Ну, периметр ромба, это, вообще-то, четырех на его сторонах. А вот интересный вопрос. А чему равна площадь ромба? Смотрите, ромб состоит из, на самом деле, четырех таких треугольников. Площадь треугольника – это половина произведения сторон. Ну, или можно было сказать, что площадь ромба – это произведение С, А, В, С, А. Ну, хотите или хотите, так. Так вот, этот отрезок стремится к А. А вот этот отрезок, например, при пристремлении бесконечности, С, А, повторяю, ромб состоит из четырех треугольников. У каждого из них площадь – это примерно А умножить на С пополам. Поэтому, поэтому вы должны взять А умножить на С пополам, умножить на четыре. Это будет действительно два С. Поэтому, когда вы разделите площадь большого на его периметра, то это будет, например, два АС на четыре С. А в половину. Задача отличная.